Да, именно так он называется, скрепка. Владимир Еременко наш попробует повторить знаменитый интернет-эксперимент, обменять простую канцелярскую скрепку на что-то более ценное, а параллельно рассказать истории невероятных покупок, лайфхаков, аферистов, коллекционеров, стартапов в интернете. В общем, массу всего наш Владимир узнал. Вов, привет. Привет, Давид. Это знаменитая скрепка, я так понимаю, уже у тебя в руках. Да, это, так сказать, ее прародитель, потому что это уже вторая скрепка. Первую я обменял, расскажу на что. В магазине мне удалось получить вот такие две вешалки. Оказывается, в каких-то супермаркетах можно прийти, и там, значит, когда приходят новые коллекции, раздают ненужные вешалки, и вот такие плечики мне дали всего за одну скрепку. То есть в обычном магазине вот такой лайфхак первый ловите. Подожди, а без скрепки их бы не дали? Хороший вопрос, но со скрепкой как-то чувствуешь себя увереннее, потому что вроде бы ты пришел на что-то обменять. И, собственно, об этом-то и будет мой проект. Какие доллары? Копите скрепки, в общем, да? Да, копите скрепки. Мне, кстати, уже предложили, вот в группе ВКонтакте можно найти пост, где у нас написано, что я меняю скрепку. И там можете предложить какой-то свой вариант, например, да, на что вы готовы ее обменять. Вот мне там уже предложили кабачок сегодня, например. Я пока еще думаю. Но, может быть, кто-то что-то более интересное напишет, и тогда обязательно поменяю. Какой, Владимир? Я подумаю скрепку на кабачок. Ты будешь дальше использовать скрепки? Или все, вот на одной закончили? Да, все. Вот эта скрепка, она у нас уходит. И вот теперь с вешалок я двигаюсь дальше. Моя цель в этом проекте дойти до машины. Я надеюсь, что я найду какую-то на ходу желательно, да? Но, думаю, это вполне возможно. Было бы хорошо. Скажи, пожалуйста, какие ты площадки используешь? Потому что я думал, что изначально это будет интернет какая-то история. Но ты сказал, что заходил в магазин и забирал эти вешалки. Да, на самом деле это интернет как объединяющая такая вот история. Потому что сейчас же все в интернете. И в том числе какие-то объявления от магазинов там тоже можно найти. И как раз в проекте я расскажу, например, на каких площадках можно найти вот такие интересные предложения, где можно обменять вообще что угодно. Вот люди, например, там от животных до каких-то шкафов и мусороотстроек меняют. То есть снесли дом, и это можно просто приехать бесплатно забрать. Вот я уже одну из серий снял. Вот такой небольшой спойлер. На этой неделе расскажу, как, например, вот такие группы и предложения такие помогают приюту для диких животных. Есть какие-то у тебя сроки, когда мы будем кататься на машине? Сроков, конечно, нет. Но хотелось бы побыстрее. Конечно, хотелось бы побыстрее до машины дойти. Но даже если я до машины не дойду, все равно для меня эксперимент будет успешным. Даже плечики обычные, это в принципе уже успех. Это полезная вещь в хозяйстве, а когда ты за скрепку это получил, ну, тут грех жаловаться. Последнее. Наверняка сейчас наши телезрители скажут, что это сила телевидения тебе помогает менять скрепку на что-то более полезное, да, смотрят, вот, прима и так далее. Возможно ли это обычным людям делать? Я поменял эту скрепку просто, как обычный человек. Я пришел в магазин, нашел объявление в интернете, что магазин надает, и вот, пожалуйста, у меня две вешалки. Ну что ж, давайте посмотрим первую серию. Владимир Еременко и проект «Скрепка». Что же мы там увидим? Пожалуйста. Основные подписчики групп «Черный список» — арендодатели, покупатели и клиенты. Жалуются на все. На недобросовестных мастеров маникюра, неправильную парковку, некачественные продукты. В группе можно найти ссылки на настоящих мошенников. Например, фирмы-однодневки, которые продают телефонную базу арендодателей под видом услуги по подбору квартиры. Некоторые выложили за такую базу по 7 тысяч рублей. Сначала просят заключить платный договор. Если человек платит, навязывают другие платные услуги. Деньги требуют за фото квартиры, адрес и выезд специалиста. Когда человек понимает, что его обманули, фирму уже не найти. А номера телефонов из базы оказываются недоступны, либо взяты из бесплатных интернет-сервисов по подбору недвижимости. Еще один популярный вид мошенничества, на который жалуются люди — фейковые объявления. Внутри фото красивой квартиры цена ниже рыночной. По телефону отвечает якобы хозяин и просит скинуть предоплату, потому что желающих снять квартиру очень много. После отправки денег номер недоступен, а объявление пропадает с сайта. Денис тоже попался на эту уловку. Приехал учиться в Красноярск из деревни, долго искал объявления в интернете и нашел комнату с хорошим ремонтом за 10 тысяч. Мне назначили встречу на 6 часов вечера, где-то часа в 4 мне звонит арендодатель, говорит, что сейчас на эту квартиру очередь, если ты хочешь ее получить, то ты должен скинуть предоплату 5600 рублей, по-моему. Я, конечно же, скинул эту предоплату, потому что квартира была классная, ремонт офигенный, все супер было и близко к университету и цена приятная была. Как только я скинул предоплату, подходит уже часов в 5, я звоню, говорю, ну что, хотел сказать, что можно подъехать или нет. На что мне в ответ звоним, что мне сейчас недоступен или находится внизу на действие сети. Захожу на объявление в интернете, которое нашел. Объявление удалено. Рассчитывать на то, что размещение в черном списке как-то поможет, не стоит. Вот пример. Виктория столкнулась с плохим клинингом. За генеральную уборку в двухкомнатной квартире с нее взяли 7 тысяч рублей. По словам Виктории, уборщицы просто размазали грязь и уехали. Свои слова она подтверждает видео. Попросила доделать работу, а ее якобы обвинили в клевете. Мол, фото она сделала до уборки, чтобы выманить у клининга деньги. В комментариях к посту мнения разделились. Кто-то обвиняет девушку в лени, некоторые сочувствуют. Теперешняя молодежь, видимо, умеет только жить в грязи, а убирать должны другие. Много лет занималась уборками. В шоке, если честно, прям чтоб настолько так плохо убраться. Много в группах историй, где участники конфликта просто портят репутацию друг другу. Обиженный человек выкладывает в интернет все. Фотографии, ссылку на личную страницу и даже паспортные данные. Вот что говорят юристы. У каждой сети есть администраторы, которые следят за содержанием выложенной информации о требованиях законодательства. Прежде всего, я рекомендовал бы обратиться именно к администрации того ресурса, в котором информация размещена. Если это не вызвало никакого действия, то важно знать о наличии следующих инструментов. Первое, если эти сведения составляют вашу персональную информацию, это фотография паспорта, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место проживания или иные-иные обстоятельства, то законно установлено ответственность за размещение и разглашение персональных данных. В таком случае я советую обратиться в Роскомнадзор, который занимается недобросовестным размещением информации. Третье, что может вам помочь, это обращение в прокуратуру, если соответствующая информация имеет признаки кривиты или оскорбления. Вывод. Использовать черные списки как справочник можно, но ко всем постам нужно относиться с осторожностью. Помните, что некоторые выкладывают жалобы в черный список, чтобы подпортить репутацию конкурентам или насолить врагам. Это была первая серия проекта «Скрепка». Мы продолжим об этом рассказывать.